Вас приветствует Вести Хакаси на канале Россия 24 в студии Наталья Чудина. Здравствуйте! И коротко о главных событиях этого дня. Сегодня глава республики Виктор Зимин побывал на предприятии Абаканские электрические сети. По многим показателям это предприятие входит в число лучших в сибирском регионе. Сейчас завершаются работы по подготовке городского энергохозяйства к зиме, инвестиционная программа 33 миллиона рублей, выполнена уже на 90%. Губернатору продемонстрировали спецтехнику предприятия, приобретенную в последние годы. Машины для выезда аварийных бригад, современные экскаваторы и бульдозеры. Эта техника позволяет ликвидировать повреждения на электролиниях в самые короткие сроки. Показали главе республики и центральный диспетчерский пульт, откуда дежурная смена управляет своими городскими сетями. Очень интересно посмотреть на ваше техническое оснащение. Оно действительно отвечает самым современным требованиям. Особенно меня радует мобильность вашего реагирования. На встрече с главой республики зашла речь и об энергобезопасности. Сейчас она на порядок выше, чем 4 года назад, после аварии на Саяно-Шушинской ГЭС. На случай чрезвычайной ситуации в абаканских электросетях приобретены дизель-генераторы, которые могут обеспечить энергоснабжение социально важных объектов. Берятие развивается успешно, динамично. Да, очень большие планы у нас ежегодно мы составляем. И вот по последним подсчетам в 2018 году в городе Абакане будет полностью закончена реконструкция сетей 10.04. То есть деревяшек в городе не будет. К нам в редакцию обратились жители одной из центральных улиц Абакана. Местная детская площадка, газона и прилегающая к дому территория периодически напоминает свалку. Кто должен следить за порядком, ЖЭК или городские власти, выясняла наша съемочная группа. Поисковая группа из пяти человек вернулась из Таштыбской тайги. В течение двух недель там искали мужчину 82 года рождения, который ушел еще 1 августа с базы, расположенной в верховьях реки Абакан. Несмотря на все усилия спасателей, мужчина так и не был найден. Сейчас он признан без вести пропавшим. А вот трем жительницам Хакасии повезло больше. 14 августа из-за Алла Катанов на электричке отправились за ягодой и грибами бабушка с внучкой. В этот же день в лес поехала и жительница Черногорска. Как пояснили в УВД Аскизского района, женщина при себе имела мобильник и, заблудившись, позвонила родственникам. Спасти ее удалось 17 августа. А вот бабушка с внучкой плутали по тайге до 19 числа. Телефона у них не оказалось, и они были вынуждены сами искать дорогу. На их поиски отправились только 17 числа. До этого времени в семье предполагали, что грибники гостят у родственников в другом селе. Продержаться в тайге женщине с ребенком удалось благодаря спичкам. Они находили сухие ветки, жгли костры, жарили грибы, питались ягодами. Более того, им удалось самим выбраться из леса над территорией Усть-Абаканского района. А в тайге Орджоникидзевского района сейчас ведутся поиски мужчины 65-го года рождения. Известно, что это житель Шира Гончаров Игорь Витальевич. Он ушел 12 августа и до сих пор не вернулся. На вид потерявшемуся 50-55 лет, рост 1,70 м, среднего телосложения. Волосы русые, глаза карие. Был одет в серую куртку. Если вы что-то знаете о его местонахождении, просьба сообщить это по телефону на экране. К другим темам. Хакасия обогнала всю Сибирь по количеству автомобилей на каждую тысячу жителей и заняла 16-е место в рейтинге российских регионов по автообеспеченности. А первым в этом списке оказался Приморский край. Там из тысячи жителей 547 могут похвастаться автомобилем. Москва и Санкт-Петербург оказались лишь на 10-м и 11-м месте соответственно. Кстати, еще год назад Хакасия по количеству авто делила позицию с Питером. Но в этом году произошел спад. И теперь у каждой тысячи населения 278 транспортных средств. Хотя раньше было на 10 железных коней больше. В Абакане полным ходом идет подготовка ко дню города. Творческие коллективы прогоняют концертные программы. Началось оформление улиц столицы республики. Так по Вяткино электрики монтируют праздничную иллюминацию. Завтра рабочие начнут натягивать баннеры через проезжую часть Щетинкина. Предпраздничная суета сегодня и на площади у здания администрации Абакана. Здесь уменьшили площадь автостоянки. Освободившиеся места отвели под будущие песчаные скульптуры. Строительный материал около 40 кубометров привезли из Черногорского карьера. Красноярские скульпторы, известные не только в России, но и за рубежом, высоко оценили качество нашего песка. В нем есть глина, которая дает возможность быстро затвердевать скульптурам. В нем в ближайшую субботу у здания администрации в рамках фестиваля «Легенды города» разместят четыре двухметровых скульптуры. Каких пока тайна. Пятая фигура будет сделана наполовину. Кроме того, все желающие смогут посоревноваться в скорости и качестве создания небольших песчаных фигурок. Для этого будет подготовлено несколько песочниц. В России ввели всеобщую диспансеризацию населения. С этого года каждый гражданин страны должен проходить периодические медицинские осмотры. Студенты и ветераны ежегодно, а работающие граждане минимум раз в три года. Зачем идти в больницу, если ваше здоровье вас не беспокоит? На этот вопрос в нашей рубрике «Интервью» ответит Оксана Белошапкина, советник отдела организации медицинской помощи и развития здравоохранения. А из новостей у меня к этому часу все. Я с вами прощаюсь. До встречи завтра на канале «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова